Сегодняшняя наша трансляция будет на тему либерализм и мифы о нем, которые собрались за последние годы на постсоветском пространстве, как из-за незнания и глупости многих людей, так и из-за намеренной дезинформации, которую любят использовать люди типа Киселева, ну и другие там пропутинские всякие и пролукашистские прихватни. Итак, начнем нашу сегодняшнюю программу. Так, вообще, давайте начнем с определения. Что такое либерализм, Алексей? Вот скажите, в нескольких словах, что это вообще такое? Вечер добрый. Ну, либерализм в самых простом определении это политическая философия правовая, где во главу угла ставится индивидуум. То есть индивидуум главнее общества. Вне зависимости от формы исполнения, то есть от непосредственно системы политической, которая установлена в стране, будь то демократия, монархия, диктатура, неважно. Но если во главу угла ставится индивидуум, то, соответственно, мы можем говорить о том, что мы существуем в либеральном обществе. Опять же, если мы отклоняемся от этой концепции, значит, наше общество уже нельзя называть либеральным. И в связи с этим есть очень много мифов, непосредственно связанных с термином либерализм. Например, первая проблема, которая возникла у нас, это люди не могли определиться с тем, какие права являются естественными, а какие ими не являются. Например, является ли право на семидверный автомобиль у человека естественным? Или право на жилье? Является ли оно естественным правом человека? С точки зрения либерализма оно им не является, и это вообще не право. По той простой причине, что это противоречит изначальному праву, то есть другому праву. Для того, чтобы у вас был свой дом, государство должно его у кого-то забрать или забрать деньги. То есть нарушить другое право, право собственности. Если какое-то право нарушает базовое право, значит, оно правом не является. И в этом смысле либерализм нам помогает, скажем так, разделить грань между правами и иллюзорными правами, так называемым позитивизмом. То есть что не является либерализмом. Это подтверждают те люди, которых сегодня называют либералами. сами люди. То есть когда мы почитаем, например, Рузвельта или Обаму, мы увидим о том, что они нигде не называют себя либералами. В нашем смысле есть документальное свидетельство, где они называют себя прогрессивистами. То есть это такие... Плохо слышно, Алексей. Да, что-то звук пропал. Да, Алексей, после слова прогрессивистами называют себя ты остановился. Да-да-да. В каком я месте пропал? Прогрессивистами называют себя Обама и Рузвельт. Да-да-да. И Клинтон, кстати, тоже. То есть они являются социал-демократами и прогрессивистами. В Америке их называют либералами. Но это в корне неверно. По вышеуказанной причине. И тем не менее, это движение набирает популярность. И в среде американской либерализм уже обретает вот такой вот устойчивый, какой-то непонятный символ. Более того, сам термин неолиберализм, его придумали не либералы, его придумали противники либерализма. И во всех источниках, где мы смотрим появление этих слов, они возникли как раз у оппонентов. Есть на эту тему даже лекция у профессора Мемфиса Знаменского на русском языке в интернете. Можете посмотреть. Вы узнаете о том, что эти люди не имеют никакого отношения к либералам. Под неолиберализмом подразумевается некий Вашингтонский консенсус, где организации... Ну, в Вашингтоне дело в том, что расположена штаб-квартира МВФ и Всемирного банка. И эти организации установят правила для стран, которыми они должны следовать, чтобы получать кредиты. При чем здесь либерализм, вообще непонятно. То есть это просто ярлыки. Таким образом, ярлыками пользуются как сторонники либерализма, точнее, те люди, кто думает, что они либералы, так и его противники в современном мире. Истинное значение слова «либерализм» кануло в лету и осталось где-то там в XIX веке. Но существует же, Алексей, несколько видов разных либерализма, темополитический, экономический, социальный, культурный. Ну да, сейчас про культурный принцип, а социальный... Нет, дело в том, что либерализм как таковое – это, в общем-то, идеологическое понятие, философское, если хотите. А уж как это философия... Подвиды его конкретные. Вот если вот эта философия либерализма, политическая философия, она проявляется в какой-то отрасли нашего бытия, то тогда уже в экономике либерализм – это капитализм, ну и так далее, в общем. Да, по поводу философии, это Федя правильно заметил, я попробую раскрыть немного историю. Дело в том, что либерализм в более-менее современном виде, ну, в том понятии, о котором мы сегодня говорим, появляется благодаря Джону Локу. И он подходил к вопросу не с экономической точки зрения, а сугубо с философско-правовой. То есть у нас не было обоснования о том, что мы должны быть либералами, потому что это выгодно. Было обоснование, потому что люди хотят свободы. И люди должны свободно объединяться, в том числе во всякие общины, и жить в мире без всяких войн и абсолютизма. Никто тогда не знал, что если это сделать, то у нас появится капитализм. Дальше появляется экономический либерализм, это, естественно, Адам Смит. Он уже экономически обосновал то, почему, когда у нас организуется либерализм, почему-то общество начинает немедленно богатеть, строятся заводы, небоскребы и так далее. То есть люди аномально богатеют все. Он это обосновал экономически. И многие именно из-за этого становились сторонниками либерализма, а не потому, что это непосредственно сама имеет ценность, либеральная философия как свобода для каждого человека. То есть они оценивали либерализм только как экономически эффективную систему. И крупнейшие либералы, философы либерализма 19 века, имя является, безусловно, Лорд Актон со своим сборником «Очерки свободы» и Алексис Де Токвиль. Это крупнейший исследователь. У него замечательная работа, переведенная на русский язык. Он исследовал революцию американскую, французскую, с точки зрения классического либерализма. И он как раз эту разницу отмечал. И еще один либерал известный, к сожалению, его как классического либерала не часто вспоминают, это Фредерик Бастия. Он написал книгу, ну, много хороших книг написал, но одна из них «Грабеж по закону», где он подчеркивает, что когда мы боремся против пошлин в парламенте, мы не должны бороться с нашими оппонентами с точки зрения выгод, потому что так мы выдаем свою позицию, что нас интересует выгода, а не свобода. И мы никогда не должны меркантильно продвигать наш либерализм, потому что мы забудем о том, для чего мы это делаем. То есть идея либерализма – цена сама по себе, а не потому, что она приносит материальную выгоду всему обществу. Хотя это, конечно, является приятным бонусом, безусловно. Но, к сожалению, так как люди это забыли, они начали обращать внимание именно на выгоды, а не на свободу. И получилось так, что само понятие стало мутировать в то, что сегодня им называют. Ты еще, Алексей, не упомянул, что либерализм вообще имеет религиозную природу, даже лока. То есть это, по сути дела, одна из трактовых библий, и кальвинисты тоже, между прочим, приложили. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Я бы даже добавил, да, отдельно тот же лорд Актон писал про протестантов, что они подходили к вопросу библии, что субъекты, индивидуумы должны ее читать, а это не должно быть прерогативой церкви. И вообще, личная моя гипотеза о том, что такие книги, как Библия, по сути, они представляют как бы просто сборник с законами и прецедентами по этим законам. То есть это всего лишь такой философский трактат своего времени, который выполнял ту же функцию, что и более поздней работы политической философии. А можно сказать, конституция? Да, да. Ну, конституция плюс набор прецедентов истории. Слушай, Алексей, я немножко забегаю вперед, у меня другие были к тебе вопросы. Но почему бы вот эти люди все не назвали бы то, что они называют неолиберализмом, неосоциализмом? Неопрогрессивизмом? Очень странный выбор. Ну, ладно, это как бы на их совести оставляем. У меня есть к тебе примерно 2-3 вопроса. Например, вот как ты думаешь, один на засыпку, где сейчас есть на нашей планете либерализм? Ну, хотя бы 90%, 96%. Ну, чистого либерализма нет нигде, безусловно. То есть, с точки зрения классического либерализма, государство, естественно, не должно вмешиваться в жизнь людей. Единственная его функция – это то, чтобы не было нарушений непосредственно естественных прав людей. То есть, грубо говоря, следить за безопасностью, за внешними границами. Именно из этой, как бы, позиции, да, например, в той же Америке суды долгое время не разрешали правительству США собирать налоги с граждан. Единственным источником дохода – это были пошлины. Потому что пошлины собирались не с граждан, а с иностранных кораблей. И в связи с этим, как бы, те же упомянутые выше Актоны, Актон, Лорд Актон, и это у Бастия тоже было, они писали о том, что США являлась, ну, за мелким исключением, бастионом либерализма. И если либерализм рухнет там, то он будет обречен во всех странах мира. Еще они, интересно, заметили, что основную историю человечества, к сожалению, люди жили в рабстве. И не было у нас свободного общества. И то, что у нас оно появилось вообще, это является скорее аномалией. Конечно, мы должны придумать, как отстаивать эти идеи в современном мире. Благо, в 21 веке технологии это позволяют делать. Остается вопрос только за нами и за нашим образованием каким-то. То есть... А был ли это либерализм? Вот Федор спросил у тебя, есть ли он где-нибудь сейчас, а в исторической перспективе? Ну вот в Штатах в какие года ты про какие года говоришь, что не было налогов? Первая половина 19 века. Штаты критиковали только за два пункта. За рабство и за пошлины. То есть это два таких мелких, это как бы мазка, которые портили общую картину. А так все остальное. Вот фашистские пропагандисты, вот это как бы, по сути дела, мы сейчас ответили на миф, который очень популярен у российских фашистов, что либерализм – это современная, победившая своих оппонентов, главенствующая идеология. Ее можно увидеть то там, то сям. А на самом деле получается, что либерализм на планете существовал примерно 50-100 лет, в Соединенных Штатах Америки больше нигде, правильно? 150 лет, в 19 веке. Причем надо как бы понимать, что любое какое-то появление интервенции в том же США – это пример нелиберализма, это пример движения от либерализма, то есть интервенционизма. Поэтому, когда вы критикуете либерализм, вы должны критиковать те черты, которые характерны для либерализма, а не те, которые для него не характерны. – То есть получается, что люди критикуют антилиберализм и называют это критикой либерализма. То есть как бы такой двойной обман получается. – Абсолютно верно. – А что насчет того, можно ли причислить частную собственность, отделение от государства, ну, чем больше частной собственности государства, и это называют либерализмом. Можно ли это в сторону либерализма называть? Например, у нас больше государств, а есть страны, где меньше государств в жизни и красных. Можно ли это назвать частью либерализма? – Ну да, экономический либерализм подразумевает тот факт, что собственность государства, внутри государства, принадлежит гражданам. То есть нет общественной какой-то собственности, нет государственной собственности. То есть государственная собственность, общая собственность, то есть власть государства, она антилиберальна с точки зрения непосредственно философии либерализма. – Еще почему-то либералов называют ошибочно левыми. Это как-то, типа, левый либерализм, вот такая новая течение. Так, опять очередной обман? – Ну да, да, да. Дело в том, что социалисты, они в погоне за равенством, они пытаются использовать вот эту вот правовую уловку, о которой я сказал ранее, в качестве либеральным аргументом к равенству. Например, давайте заставим всех людей пускать негров в свои магазины. Таким образом мы поступаем либерально, потому что мы за свободу всем перемещаться, в том числе и неграм по магазинам, да? И с другой стороны, они за равенство, то есть за социализм. Получается, что их можно назвать либо либералами. Но мы же помним о том, что заставлять людей выполнять некие требования по тому, кого пускать на свою частную территорию, кого не пускать, является нарушением частной собственности, права частной собственности. – Да, это не нарушается, свободу тех людей, к которым они пришли. Ну, не агрейбер. – Да, да, да. То есть, например, если это даже в современном мире, даже если вы не хотите пускать свой магазин, например, бомжей или в свою квартиру, да, вы имеете на это право, на основании и право на частную собственность. То есть у вас вообще само явление частной дискриминации – это совершенно нормальное явление. мы в жизни постоянно дискриминируем друг друга. Например, мы спим только с женщинами, которые нам интересны, они со всеми подряд, да. Мы дружим с теми людьми, которые нам интересны, выгодны, они со всеми подряд. То есть мы постоянно дискриминируем, это нормальный наш выбор. И когда в это влазит государство и заставляет всех выполнять какое-то требование по выбору, который мы делаем на основании нашей свободы, соответствуется нарушение нашей свободы. Ну, хороший пример вот с этим свингерами, которыми в милиции, ОМОН, ну, как ты помнишь, то есть они залезли непосредственно на интимную жизнь, государственное общество, опять же, левое. Но это Freedom было под предлогом того, что якобы там проституции занимаются, не просто так. Да хоть бы от проституции. Да, потом за тем, что давайте все афроамериканцы будут заходить в магазин, а давайте все афроамериканцы будут зарабатывать такую же зарплату, как белые, ну, за счет белых. И вот начинается коммунизм со всеми остальными измами. Вот, Алексей, у меня к тебе следующий вопрос, и я, наверное, от тебя уже отстану. Участились случаи разговоров о том, что в России был либерализм в 90-х. Я хотел бы, кстати говоря, поговорить о русском либерализме, так называемом течении, во времена Александра Второго. Но не будем забираться. Вот просто, пожалуйста, опровергни миф о том, что в России в 90-х был либерализм. И вот эти все люди, Гайдар, Чубайс и Примаков, они были либералами. Вот проговори, пожалуйста, медленно по слогам, почему эти люди не были либералами. По поводу самих 90-х. Когда вот такие люди говорят о том, что там был либерализм, достаточно просто их спросить. Назовите либеральные реформы, которые были проведены в то время. И мы узнаем, что, оказывается, там не было либеральных реформ. Например, была реформа отпуска цен, ну, закон был подписан. Но у нас практически на всех странах мира цены не регулируются. Даже в узурпаторских, диктаторских режимах, вроде там режима Рака, Саддама Хусейна. Мы же не будем говорить о том, что Ирак у нас был либеральным. Нет, это всего лишь, ну, я не знаю, одна из тысячи, какое-то явление, которое можно сказать о том, что мы приближаемся к рыночной экономике. Какие были еще реформы? Разрешили частную собственность. Во-первых, на бумаге одно, а на деле это не было выполнено по той простой причине, что не работала судебная система. Таким образом, у нас распределение собственности происходило с помощью неформальных институтов, как мы помним. Например, приходилось обращиться к главному рекетеру на районе и так далее, и тому подобное. У нас не было легализовано оружие, чтобы граждане могли защищать свою собственность не законом, не судом, а самостоятельно. У нас не было закона, который вообще это разрешал делать. То есть у нас люди фактически не получили свободу, какую должен давать либерализм. Им открыли форточку свежего воздуха, они там чуть-чуть заглотнули его и назад закрыли эту форточку в нулевых годах. А Гайдар либерал? Гайдар в нулевых годах в своей книге написал «Черным по белому я коммунист». Ого. То есть антилиберал. Понятно. Хорошо. Он проводил эти реформы только в рамках, скажем так, копирования китайской системы. что мы должны запустить некий НЭП, чтобы отдышаться и дальше, как говорится, засучив рукава, думать дальше. То есть вот этот вот очередной миф, подмиф, что обнищание и хаос 90-х произошло из либералов, он несостоятельный. Это чистый миф. Никаких либералов не было. Более того, я скажу больше. Команда Гайдара вообще-то работала в 91-м году с Горбачевым. И когда Ельциным предложил к себе перебираться, да, и работать на него, на дной России, которая скоро появится, они отказались. И они продолжали работать на Горбачева. И только когда уже произошли известные события, тогда они перебежали Влона Гайдара, Влона Ельцина. Поэтому эти товарищи были обычными приспособленцами. Если Гайдар еще может был честный коммунист, да, из-за чего он как бы отошел от дел, то Чубайс, как говорится, работал не покладая рук и заработал себе на неплохую достаточно жизнь. Как видите, он прекрасно работал как при СССР, так и при либеральных 90-х в кавычках, так и при Путине он прекрасно, великолепно работает. Какой же может быть из него либерал? Расскажите, пожалуйста. Да. То есть, мне даже как-то не по себе. То есть, люди говорят, что был либерализм, был либерализм. Да, особенно вот, Федор, я перебью. Ватники особенно любят сейчас очень педалировать эту тему. Они говорят, вы что, хотите вернуть либерализм? Вы хотите нас обратно в 90-е вернуть? Вы помните, что тогда было? Вот вы к этому придете. Вы хотите развалить все. Более того, есть более как бы важный аргумент тезисный. Смотри, либерализм подразумевает работу суда. Но мы же прекрасно знаем, что ельцинская команда все были замараны в делах. В том числе, и Чубайс. Коробки с подксерокса, как говорится. Ну, скажите мне просто логично, логично, как они могут провести либеральные реформы, чтобы они из-за этого... То есть, суд их всех пересажает. Они не могут провести либеральные реформы. Единственное, что они делали на самом деле в 90-х годах... Меня слышно? Да, тебя слышно. Так вот, единственное, что они делали в 90-х годах, следите за руками, они просто тянули время. Статус-кво. Ну, то же самое, чем сейчас Владимир Владимирович занимает. Или даже Александр Григорьевич. Да? Просто вопрос. А вот если бы в 90-х была люстрация всех этих коммунистов Левр, возможно, было либерализм для построить? Это очень сложный вопрос, но на примере Восточной Европы, Чехии, Польши и еще некоторых стран, Венгрии, там, это относительно сработало. Но это как бы не критерий, потому что РСФСР страна все-таки большая и группа интересов здесь очень много. Алексей, договори-говори. А вот Швейцария, например, не Швейцария, либеральный страной в принципе можно же там при частной собственности, разделения властей, суды работают, система в принципе либеральна. Почему там есть либеральность? Ну, конечно, такие страны, как Швейцарии, наиболее близки к классическому либерализму. Действительно, там работает огромное количество вот этих механизмов, большая доля рынка, суды, все как положено. Швейцария, Новой Зеландии, Сингапур, Гонконг, какая-нибудь Канада, что там еще Австралия. Да ну, Алексей, в Канаде сплошной интервенционизм, это же социалистическое государство. Ты сейчас говоришь про медицину. Да нет, там все налог, 60-80% налоги. Канадцы бегут в Штаты. В общем, ну да, США, конечно же, но в любом случае в этих всех странах огромное количество тех черт, которые не являются либеральными. Поэтому мы не можем говорить о том, что вот это критерий либерализма. Потому что когда ты называешь любую страну, там Швейцария, говоришь, а тебе в ответ ну как Швейцария, там же там медицина, образование, государственные программы, такие-такие-такие-такие-такие. Получается, что человек-ассоциация, ну, который посторонний, он думает о том, что если в Швейцарии это есть, значит, это и есть либерализм. То есть пару пунктов буквально не хватает для либерализма. То есть частная медицина и так далее. В принципе, там же военные частные, пенсионные фонды частные и другие вещи тоже частные. То есть почти все приближается к либерализму, как можно так трактовать. Ну, государство вмешивается в экономику, а это уже как минимум прото-антилиберализм. Это вот вмешательство. государство, государство, оно как бы не то чтобы регулирует экономику, оно просто вмешивается как агент в экономическую деятельность и становится продавцом или покупателем. Уже вот это влияние. Смотря в каком количестве. То есть у нас в Беларуси 75%, в России там 65 государств. То есть там гораздо меньше в этом плане. То есть нужно уменьшать процент, грубо говоря, и будет соответственно... Кстати, еще есть один интересный миф, связанный с либерализмом, по поводу демократии. То есть люди ставят знак равенства между либерализмом и демократией. На самом деле это некорректно и есть даже слова отцов-основателей, США. По-моему, это сказал Томас Джефферсон, что мы оставляем вам республику. Так как все режимы нас не устраивают, в том числе демократии. Надеюсь, вы сможете ее сохранить столько, сколько сможете. Демократия это вообще политический режим, а либерализм это философская идеология, философское понятие. Демократия прекрасна и при фашизме. Гипотетически демократия может быть либеральной, но в условиях, современных условиях, по крайней мере, мы видим, что люди не голосуют за то, чтобы они были свободными. они голосуют за тарелку баланды. Вечную похлебку. Очень вкусно. Слушай, Алексей, как бы постскриптум, какие перспективы либерализма? Вот фашист Дугин, по-моему, если не ошибаюсь, сказал, что это мертвая идеология. Как ты думаешь, есть? Стоит ли за это бороться? Стоит, собственно. На самом деле, это достаточно справедливое замечание. Дело в том, что в теории либерализма, по крайней мере, в то время, когда он развивался, в XIX век, было много косяков, из-за чего, в общем-то, идеология либерализма проиграла остальным в конкурентной борьбе. Были вопросы с экономикой, были вопросы с правом. И их решали очень долго, несколько столетий понадобилось, чтобы закрыть эти вопросы. Сейчас, на сегодняшний день, я могу сказать, что, в общем-то, наука, то есть теория, она позволяет нам решить вот эти вопросы. Многие авторы ее формализуют. Например, вот недавно вышла книга, господи, как ее ее назвать, Дейдре Маклосский про риторику науки, экономической и там об этом очень написано хорошо о том, как мы должны подходить к вот этим проблемам, которые были в теории. Так вот, смысл в том, что в общем-то теоретической проблемы нет. Осталось формализовать все вот эти претензии к либерализму в каких-то там книгах отдельных и забыть про них, про то, что они были когда-то эти вопросы. Но именно из-за того, что были вот эти теоретические дыры, у нас был разлад в движении. И движение был раскол, вот тут в чате пишет Артем про французских сторонников Руссо. Вот, почитайте Токвиля, он как раз таки пишет о разнице между французской революцией и американской, о том, что европейская традиция либерализма она отличалась от той американской и Актон об этом тоже пишет, кстати, там пару абзацев только. Вы как бы увидите, что теоретические разногласия, они разрушили движение фактически, поэтому он сегодня не популярен. Но это не крест, как говорит Дугин. Достаточно просто немного корректировать теорию и она будет актуальна. То есть, это вопрос такой технический. Ну, с другой стороны, знаешь, вот есть такие упреки, что типа, допустим, либералы придумали, допустим, концлагеря, да. Во-первых, концлагеря придумали испанские монархистры на острове Куба. Во-вторых, я всегда им аргументирую, что, знаете, лучше уж концлагеря, чем геноцид, чем вырезать всех. То есть, и в конце концов, либерализм, это не вседозволенность, тоже очередной миф. Либерализм, он опирается на общественные договоры. Соответственно, либералы формируют свое общество, свой общественный договор. Они могут быть пожестче к тем, кто к этому в этот общественный договор не входит, кто с ними не договорился. индейцы. Поэтому либо индейцы подписывают общественный договор и становятся членами либерального общества, ходят в церковь, сажают хлеб, не пытают друг друга около костра по вечерам. А если они не подписывают этот общественный договор, то они могут угодить в концлагерь где-нибудь в Алабаме, например. Как ты думаешь, я правильно размышляю? Да, некоторые люди не понимают отношения либерализма к государству. Так как, согласно теориям либералов, в том числе Лока, государство является непосредственно террористом по отношению к индивидууму, то его роль оправдывается только наличием общественного договора. То есть, то государство, которое выполняет некие либеральные установки, оно представляет собой общественный договор. не больше и не меньше. И, соответственно, те, кто его не выполняет, они являются преступниками. Но преступниками к тем, кто является участником этого общественного договора, то есть гражданам. Соответственно, к ним могут применяться любые неправовые методы, как к преступникам. Там убийство, отстрел и так далее и тому подобное. Поэтому при либерализме у нас тут не бабочки будут летать, как говорится. это серьезная система с такой ситуацией, что вы не можете пренебрегивать общественным мнением и интересам общества. Вы не можете гадить посредине улицы, если у вас либерализм, потому что за это из окна дома вам могут совершить выстрел. есть такой миф, что либерализм это вседозволенность. Свобода все, что хочу, то и творю. Вот либерализм. Так что гадить вы можете только на территории, которая не принадлежит никому. Например, можно гадить в советском лифте, который никому не принадлежит. Ну, грубо говоря, на своей частной собственности можно делать все, что хочешь. Ну, как индивидуум. Да, но если человек против частной собственности, то пусть едет в Советский Союз, и там можно гадить на каждом углу, писать в каждый угол дома и под каждый балкон. Либерализм для либералов, Москва для москвичей. Что насчет вот этого различия либерализма и либертариазма? либертариазм площадь полностью государства. Ну, есть, различия. Ну, тут надо по терминам как бы смотреть, к чему и как это все появилось. В середине 20 века из-за кризиса классического либерализма были попытки его реанимировать с точки зрения Мизоса и Хайека. Хайек написал известную работу «Право законодательства свобода». Очень ее рекомендую всем, кто хочет нормальное либеральное государство. Там классическая либеральная конфедерация описана, все механизмы, все обоснования, то есть непосредственно «бери и делай», как говорится. И это является продолжением теории классического либерализма. С учетом всех вот этих дыр, которые были на тот момент, Хайек их прекрасно заштопил. Но было другое направление. Мюррей Ротборд решил, что термин «либерализм» слишком дискредитирован, и поэтому нужно вводить новый термин. С точки зрения экономической теории, по крайней мере, австрийской школы, в которых Ротборд придерживался, он предположил, что логичным продолжением либерализма классического будет анархо-индивидуализм. Он еще назвал его либертарианством. Некоторые называют анархо-капитализмом. И таким образом он решил написать философско-политический трактат на эту тему. Даже два. Один называется «Власть и рынок», второй «К новой свободе». Есть еще третье «Этика свободы». И там он описывает все экономические решения проблем в анархичном обществе, которое является абсолютно свободным. И при этом нет у нас государства. То есть функции государства, которые классические либералы требовали как безопасности, они являются избыточными и нет в них надобности. Поэтому с точки зрения классического либерализма, либертарианства от него этим и отличается. То есть к разному подходу, к общественному договору фикцией, то есть договор, которого нет. Он часто любил говорить, что я никакой договор не подписывал. Это, конечно, отчасти справедливо, но тем не менее разница это существенная. Поэтому надо все-таки разделять классический либерализм от либертарианства. Дальше в либертарианстве через лет 20 появилось ответвление, которое за государство, так называемый минархизм. И само уже движение либертарианства разделилось. Но это уже отдельная история. А что насчет анархо-коммунизма? Анфома? Собственно говоря, в чате они появились в этом либертарианстве. анархо-коммунизм к либерализму не имеет никакого отношения. То есть вообще никакого. А вот смотри, Алексей, тут такой миф немножко нестандартный, но тоже, думаю, его надо рассмотреть. Он скорее имеет конспирологический характер. Ватники любят говорить, что либерализм у нас невозможно построить. Почему? Потому что якобы наши страны СНГ не вписаны в некоторую вот эту в некую мировую какую-то вот эту экономическую там систему, где вот эти кланы между собой и корпорации они там заключили секретные договоры, в общем масонские вот эти семьи между собой там сговорились, а мы как бы бедные родственники там вообще никаким местом, поэтому типа и строить не нужно, потому что нас туда не примут. Ну это такой миф, он немного не связан с либерализмом, он связан с ярлыком западных стран как либеральных стран. Дело в том, что те, кто изучает историю, тот может заметить одну интересную тенденцию. Раньше страны брали репарации после поражений их противников, а потом наоборот начали всякие планы маршала разрабатывать. Почему так произошло? Потому что в экономической парадигме у власти, в том числе на Западе, все-таки дошло понимание того, что очень выгодно, чтобы страны вокруг тебя богатели. То есть, когда все вокруг тебя богатеют, то ты богатеешь не просто быстро, ты богатеешь очень быстро. Это гораздо, гораздо выгоднее, чем держать соседей в нищете богатеть только самому. В таком случае ты богатеешь гораздо медленнее. А если ты богатеешь медленно, поэтому Америка стала продвигать идеи, в том числе вашингтонского консенсуса, неолиберализма так называемого, чтобы побыстрее все страны, с которыми они контактируют, стали богаче. Поэтому у них нет такой цели, чтобы периферия, в том числе Россия, была бедная. Если мы посмотрим просто на историю отношений, мы видим, что Америка даже после развала 90-х делала все, чтобы Россия проводила реформы, закрывала глаза на все, на Чечню, закрывала глаза на преступления Ельцина, закрывала глаза на бардак, который там творился, на то, что они не хотели выполнять условия МВФ. Представитель МВФ в Москве, который был в то время, жаловался своей книге, что США давило на МВФ, льготные кредиты Ельцину. А льготные кредиты давали истока, когда страна выполняла все договоренности. А Россия, конечно, их не выполняла, но им делали вот такие исключения, потому что Америке было очень выгодно, чтобы Россия наконец провела реформы, стала богатой страной. К сожалению, ни то, ни другое не произошло. И поэтому мы не можем говорить о том, что так произошло, потому что это невыгодно США. Нет, так произошло, потому что из-за того, что в России такие товарищи сидели у власти, где вы общались с западом, взаимоотношения были нормальные, то почему-то все эти реформы удались. Например, в Японии аристократия очень не хотела отдавать землю, но, как говорится, зашел генерал Макартуру в парламент, у него висел на Кавкабуре пистолет, и он сказал так, что, ребята, либо вы сейчас подписываете земельную реформу, либо отсюда никто не выходит. И они провели эти реформы, земля перешла в частную собственность, Япония стала стремительно богатеть и стала второй экономикой мира в начале 80-х, обогнав СССР. То есть, силой иногда приходилось заставлять проводить реформы. Я думаю, что если бы такое же произошло, например, в современной Украине в 14-м году, то Украина бы уже была совсем другой страной за эти 4 года. Но, к сожалению, терпят, сюсюкаются, закрывают глаза на то, что украинская власть ворует. Мы не можем сказать о том, что это американцам выгодно. Абсолютно нет. Им выгодно богатая Украина, богатая Россия, богатая Беларусь, чтобы тупо увеличить свои рынки сбыта и тупо их страна стала еще богаче, еще сильнее. Обмен это игра положительной суммой для всех сторон обмена. У нас нет перетекания такого, что одни богатеют за счет того, что другие беднеют. Так возможно только если страну грабить, а не торговать с ней. Это очень много, часто многие забывают. Это как бы всем ответ, почему американцы вторгаются в Ираке и всюду экспортируют демократию. Как раз не для того, чтобы всех поработить, а чтобы все стали хорошими покупателями, чтобы богатеть вместе. То есть американцы фанаты философии и уин-вин, то есть должен выиграть и покупатель и продавец, а вот в России с времен Ивана Третьего наснаждалась философия и уин-луз, то есть кто-то должен все потерять, проиграть и отправиться на дыбу, а кто-то должен все себе забрать. Вот такая парадигма. Что насчет Южной Кореи? Там же тоже были американцы, точнее и есть. Да, 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 конечно, пришли американцы, но не все помнят, что за Южную Корею вообще-то воевала не США, а Альянс. То есть там воевали против Северной Кореи французы, турки, эти австралийцы. То есть там много было вообще неамериканских войск. Представляете, Турция в Южной Корее турки стреляют даже просто аксюмарова, но это было. Так вот, там были похожие методы, может не такие, конечно, жесткие, но дело в том, что Южнокорейский этот правитель, Ли Цин, его звали, или как. Он был выпускником, по-моему, Кембриджского университета. То есть, как говорится, это такие люди, которым не нужно повторять дважды, что нужно делать. Они сами прекрасно знают, что нужно сделать. Как, например, Саакашвили, выпускник Колумбийского университета, сделал реформы в Грузии, да, или как Ли Куан Ю, выпускник Лондонской школы экономики, прогул реформы в Сингапуре, тоже ему не нужно было говорить, что делать. Это все результаты образования. Слушай, Алексей, а что толстячок, наш выпускник какого-то швейцарского университета, он исключение, что ли? Толстячок корейский. Пахлячок. Не знаю, да, да, или у него многоходовочка такая. Есть, конечно, такие примеры, да. Многоходовочка у Путина. Кстати, Корея же отличный пример, вот, пожалуйста, хотите социализм, вот, Северная Корея, посмотрите, как живет. Хотя там уже не социализм, но в принципе они же начинали с этого. Хотите нормальную, нормальную здоровую экономику, вот вам, пожалуйста, Южная Корея. Да, то есть надо понимать, что все негативные примеры так называемых реформ это не результат либерализма, а результат того, что либерализма там как раз таки и нет. Вот многие говорят, что не нужно делать быстро резкие реформы слишком радикально, а то у нас произойдет откат. То есть реваншизм, верните все назад и так далее. На самом деле, если мы посмотрим на историю, у нас в истории примеры наоборот. Как раз таки там, где у нас реформы не проводились серьезные, резко, как раз таки там у нас и был откат. а где проводились, там у нас все было хорошо. Так что это затягивание процесса является как бы условием для того, чтобы у людей был спрос на то, чтобы откатиться до предыдущего состояния. Вот ты говоришь Америке выгодно, чтобы Россия богатела. А кто способен это добиться? То есть многие говорят Навальный это либерал. Вот Навальный либерал, вот он приведет. То есть ну российские оппозиционеры. Либерал или вообще Навальный? Если нет, то вот кто из современных политиков? Нет, он не либерал. Ну таких людей я не знаю. Политические верхушки российские. Навальный и точно не либерал. Это обычные центристы. Я бы у чата спросил вообще у всех. Спросил бы кто в России либерал. Еще либералов российских. Можно украинских или белорусских. Надо объявление написать и звук в руки газеты. Алексей А по поводу тогда почему санкции на Россию США они хотят чтобы они богатели но делают они к санкции. Россия за счет этого как раз таки беднеет. Так и ближайшие страны которые Беларусь мы же из России собственно говоря беднеем. То есть Россия тянет одну Беларусь. Так как мы с ними связаны по экономическому плану. Ну во-первых надо понимать что санкции не на России а санкции на конкретных людях. Нет такой санкции которая конкретно вводит ограничения против России. То есть против России никаких санкций нет. Есть санкции против конкретных людей и их конкретных организаций. Есть например вот в Северной Корее как интересно тоже есть санкции но естественно так как у них во владении нет ничего соответственно на организации собственно санкций нету. Но есть например эмбарго эмбарго на предметы роскоши. например чтобы в Северную Корею никто себе не покупал бентли. То есть такое есть. Но мы же понимаем что это механизм давления на конкретных людей. То есть народ Северной Кореи не имеет никакого отношения к бентли. Правильно? Они просто никогда в жизни не будут иметь таких ресурсов. Это все все эти методы направлены только на политическую верхушку. Можно задать другой вопрос философский является ли этот метод эффективным и как бы это вопрос да это вопрос иначе он уже убивал и точнее расправлялся с левыми и хотел связь обрывалась я не услышал вопрос слушай Алексей что ты можешь сказать по поводу претензий фашистов о том что ну это может быть философский вопрос что либерализм аморален что это наплевательство на ближнего что там нет благотворительности все что негры несчастные умирают на улице без медицинской помощи наплевать на ближнего не помочь соседу и вот это вот у тебя нет цифр по Америке например ну смотрите да у нас есть эмпирическое опровержение этому мифу то есть везде где у нас экономический либерализм у нас везде общество настолько богатое что там даже уровень жизни бомжей гораздо гораздо выше чем уровень жизни многих трудящихся в других странах то есть огромное количество различных типа там ночлежек всяких подкормок различных благотворительных организаций в США например на благотворительность в год уходит почти 400 миллиардов долларов то есть это сумма это сумма которую можно вылечить накормить обогреть я не знаю ну вообще всех всех кто там хоть сколько страдает в этом США причина этому естественно понятно что когда общество богатеет если мы смотрим на пирамиду масла возникает спрос на различные высшие ценности там помочь ближнему сходить в театр и так далее и тому подобное то есть ценности у людей меняются и не из тех там чтоб пожрать сегодня чтоб не сдохнуть голоду а уже как-то культурно и внутренне развиваться морально но интерес с точки зрения философии мне очень понравилось как написал сам мизес про либерализм кстати очень всем советую работу мизеса она так и называется либерализм вы полностью ну законченную версию теории либерализма просто прочтете и там многие мифы которые мы сегодня обсуждаем они развеиваются так вот с точки зрения либерализма именно из-за того что духовная часть человека является не материально мотивированной именно из-за этого либерализм и не пытается человека менять именно поэтому цель либерализма только материальное обогащение потому что духовная сторона человека является его личным делом то есть ну экономическую либерализм я беру то есть грубо говоря когда у нас богатые люди они могут действительно заниматься духовным каким-то своим развитием там открывать сектор различные объединяться в коммуны философские кружки открывать дебатировать и все это имеет различные направления у нас нет притеснения одной группы или другой группы каким-то законом или конституции какой-то да как в советском союзе все было запрещено даже коммуны запрещены потому что индивидуализм как раз это и подразумевает что мы должны максимально развивать моральное качество людей для того чтобы это делать у нас не должно быть таких ограничений которые позволяют их расширять я честно говоря думал ты намекаешь на то что благотворительность да и социальность такая естественно цельных хорошие смысле слова это естественная потребность естественно прав человек чтобы вы не делали человеку он будет благотворить благотворительным потому что хотя бы потому что это стайное животное да можно даже более того может даже к библии когда библия говорит о том что помогать ближнему это хорошо это как бы ну возвышает человека но государство не либеральное оно лишает его этой возможности оно забирает него лишь ресурсы силой и соответственно вы уже не можете помочь ближним потому что у вас нет нечем помочь ближнему да это кальвинистская философия кальвинистов между прочим так вот как раз таки фашист дугин тут сказал что либерализм отрицает коллективные идентичности религиозные национальные гендерные я бы вот предложил дугину тоже миф такой я бы предложил дугину посчитать количество церквей сша количество денег которые американцы тратят на церкви христианские количество благотворительных пожертвований до которые соразмерность вообще со всей экономикой россии и допустим можно взять такой параметр как количество библий напечатанных сша например вот и сравнить с российскими параметрами и вот так вот можно понять насколько либерализм до отрицает религиозные христианские идентичности знаменитый миф про бездуховных проклятых пиндосов да я сам помню голо голодные 9 когда в этих государственных кафешках картон нарезали вместо салфеток и в этот же самый момент ходили по квартирам свидетелей иеговы раздавали бесплатно хорошо иллюстрированные вот эти вот сражевые башни и алексей среди гола не бездуховных я помню ходили обычные христиане там протестанты баптисты и лютера не до простые раздавали просто стояли такие на невском коробке картонные с и библии просто раздавали всем прохожим там начали 90-х то есть это был шок понимаешь тут смысл в том что это был шок как такое может быть мы пустили бездуховный рыночек да а у нас тут же возникли какие-то благотворители раздают книжки просто так то есть это разрыв шаблона был понимаешь чем дело ну да там гендерные виды ну по идее на рынке должен быть человеку человеку волк у нас получается совсем наоборот и повисла какая-то тишина задумался своему я выяснили что либерализм отнюдь не такой бездуховный как некоторые считают что он дали доецкий либерализм и он породил много войн и убийств то есть из-за богатства из-за этого войны постоянные и стимулирует кстати говоря кстати говоря конца 19 века социалисты но различные марксистский марксистского толка они понимали то что либералы против государственных вот этих интервенций да и поэтому назвали вот эти государства которые занимаются антилиберальной политикой например войнами да они надо придумали термин империализм начали обзывать эти государства империализмом империалистическая война и так далее так далее даже они не называли это либеральными государствами потому что в то время и вы просто закидали камнями а сегодня спустя сто лет они уже называют эти государства либеральными хотя эти государства стали намного 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 левее чем тогда когда их называли империалистическими так что я бы на месте бы товарищей левых все-таки вернулся к истокам своим как говорится корням и называл бы тоже эти страны империалистическими но либеральными их называть их бы сами бы марксисты те девятнадцатого века вы смели бы него либералы с на самом деле очень интересную трансформацию империализма как сказать ласкового империализма или там империализма с чайским лицом это федерализм то есть можно расширяться но не кровожадными способами и бесчеловечными но об этом мы поговорим в следующем стриме до принципе основные мифы мы которые были заготовлены разобрали возможно у кого-то из зрителей в чате в youtube есть мифы свои поэтому у них еще есть несколько минут чтобы задать свои вопросы по теме но или выложить мифы также это касается и тех кто находится в дискорде кто наблюдается трансляции возможно читает текстовый чат чат пишет что мы живем среди психов и сумасшедших так что я предлагаю оставить наших слушателей в размышлениях в личных и собрать мифы к следующему выпуску обязательно да все вопросы можно задать в дискорде да еще я хочу этот на как говорится по теме стрима почитать две книжки ну можно только для прочитать всего то читается одно удовольствие но если не хочется много читать прочтите хотя бы две книги это людвиг фон миза с либерализм и вторая книга фредерик бастия грабеж по закону так а только или как книжка называется у него все классные у него есть книга революция в америке у него есть книга дима кой демократии в америке него есть книга старый порядок революции вот это как раз про французскую революцию она считается просто классической работой ну я по крайней мере эти две читал есть еще там несколько у него не пока не сил а вот раз поскольку у нас вопросов нет я задам еще такой небольшой вопросик алексей вот а как ты думаешь как в беларуси то есть что необходимо было сделать чтобы в беларуси провести либеральные реформы ну личности одного человека усатого мы касаться не будем это понятно но вообще то есть с чего бы вот ты начал если у тебя была такая возможность то есть чтобы ты сделал в первую очередь какие реформы нужно неоднократно во всех стримах это говорил что ни одна реформа не будет работать без работающего суда то есть суд он позволяет на местах решать косяки любой реформы например вот и делаешь приватизацию да а где-нибудь у тебя не знаю в воложенском районе местные чиновники под реформу приватизации прихватизировали себе предприятие еще и не пускали никого на аукцион ты же не можешь это контролировать но благодаря судебной реформе можно сделать скажем так помощь населению с этим бороться то есть методом кольта и суда таким образом у нас любые реформы пойдут как по маслу судебная реформа первично ну что ж хорошо поэтому мы завершаем наш сегодняшний стрим до следующего раза до вопросы задаю приходите к нам дискорд задавайте там вопрос там же мы повесим ссылки на книжки и можно также писать комментарии под стримом в ютюбе